добрый вечер друзья 9 часов вечера четверг 11 мая еду домой и мысли обуревают философски вот в частности так чисто философски мы часто слышим такую фразу эх там мне бы его проблемы да в том смысле что как бы наши проблемы хуже и тяжелее сложнее и как бы вместо того чтобы радоваться человек ходит у него проблем и вот у меня такое вот состояние потому от того что я оказался в некотором таком эпицентре обращений звонков там сообщений в скайпе в личке ютуба и так далее люди выиграли в лотерею green card вот dv 2018 который на тираж прошел на днях и некоторые сразу узнали некоторые там через неделю только вдруг узнали вот сейчас проверили наконец и узнали что они выиграли в лотерею green card друзья знали бы вы какие у людей проблемы понимаете они себя жили горе не знали ну там понимаешь там играет чек играет и ни на что не рассчитывает и вдруг на тебе началось вот один товарищ он я не хочу сказать что они уже прям уж совсем там стрессе в таком тяжелом но надо решить много вопросов например он говорит вот у меня дети там один заканчивает школу в следующем году а номер у него значит что-то 300 там с чем-то знаете 300 с чем-то и он так особо раньше не интересовался а тут побежал тыр-пыр там проверил здесь проверил на форумах поспрашивал ему говорят ну и там ему ссылку дали он пошел посмотрел вот с этим номером что-нибудь такое там октябрь но самое позднее ноябрь ему интервью проходить а там уже и собственно тянуть то куда значит и вот начинается вопрос так что же ребенку там за три месяца до окончания школы уезжать или что делать и ну то есть те из нас кто более так сказать посвящен в это дело и уже сталкивался с разными вариантами мы знаем что можно приехать я могу допустим приезжай там на новый год там в ноябре интервью пройдешь там приезжайте на новый год там погуляют недельку потом поедет доучиться и всех всех делов но но понимаете какие проблемы значит ребенок там один мама здесь папа там надо теперь вдруг выяснять что они английского не знают я не про этих конкретно вообще вдруг выясняется человек не знает английского толком или он так может быть знает но когда вдруг до него доходит что надо как-то работать да мне это напоминает немножечко историю с тем как моисей пришел к народу и говорит пошли говорит народу а у людей хозяйство понимаете там рабство рабством но как сказать хозяйство какое-то есть девчон где-то они живут там может быть корова может быть там козы я не знаю там что-то люди люди живут у них налаженный бы понимаете вот и вдруг так снялись и пошли так многие же не пошли друзья вы знаете может быть вы знаете что с моисеем ушли далеко не все даже вот злые языки утверждают что большинство с моисеем и не пошли я надеюсь что большинство выигравших green card все-таки пойдет как-то ей воспользоваться но будет выигрышем воспользоваться пойдут все-таки пойдут хотя мы знаем массу случаев когда люди выиграв и не проверили мы знаем случаи когда люди выиграли проверили и сказали да ну его нафиг я знаю случай один на форуме там парень так он выиграл он прошел интервью он уже пошел на самолет садится понимаете и уже перед тем как сесть на самолет он развернулся и ушел домой со словами ну и все нафиг вот и так тоже бывает понимаете поэтому дел такое да так что вот и начнешь думать где земля обетованная это вот где она там где карта зеленая или там где баня с веником поймете и не поймешь вот и говорят на родном языке понятном большие проблемы у людей вот значит начинается с того что форму заполняют диез 260 и там надо указать адрес какой-то у кого есть американский адрес но может это у кого нет но у некоторых нет и друзей нет и знакомых нет вообще никого нет они вот так знаете от балды сыграли и мне такое ощущение что тем кто от балды играет как-то больше фортуна улыбается вот она ему улыбнулась и у них теперь масса проблем они не знают какой адрес там написать и он будет можно ваш адрес написать я году я говорю можно только если придет на наш адрес вы что-то сами заберете потому что пересылать по почте чужую green card я как-то не чувствую себя в силах знаете как-то ответственность большая то есть мне не жалко там ящик то ничего с ним не случится не взорвется почтовый ящик но так дальше то у меня сейчас кстати стоит вот там три green card и лежат и 6 social security номеров вот никто не забирает даже я удивляюсь вот так вроде ну нету пока нету пока не интересует вот мы сейчас еще подойдет но это с прошлого видимо розыгрыш до адрес вот куда чего конечно когда они заполняли форму для участия гринкард и кто же думал о том что нужно будет адрес так уже свалилась неожиданно не ну и нормально ничего страшно я не думаю что кто-то не попал в сша от того что не смог найти адрес почтовый но в конце концов есть форумы на которых люди общаются у меня только вот совет к тем кто реально в это упрется не не пишите на форуме помогите нужен адрес то есть конечно может быть кто-то откликнется не могу сказать может и откликнется может быть откликнется с намерением каким-то не самым лучшим там например ну всяко бывает за всякое случае я бы на вашем месте смотрел куда вы собрались ехать почитал бы там темы в локальном разделе и в личке написал бы там ну скажем двум-трем понравившимся вам людям симпатичным вам людям и сказать я вот давно за вами наблюдаю вы такой симпатичный не откажетесь ли вы получить на свой почтовый ящик там мою грин карту например вот вот собственно и все так вопрос решается я не хочу сказать что это вопросы не решаются но шоковое такое состояние у многих они бабах вот и как-то они уже не рассчитывали там и все и вдруг на тебе и понеслось и надо как-то собраться с мыслями так что друзья и те из вас кто не выиграл я хочу сказать может быть так и проще вот я не подначил ни в коем случае я просто наоборот я пытаюсь найти какой-то позитивный момент позитивный момент состоит в том что у вас нет стресса куда бежать что делать достаточно ли маленький номер чтобы проскочить в этом году или там не проскочить я хочу еще с вами одной мыслью поделиться уже вне вне связи с шоком как на которых который на людей так падает а в связи с тем что вообще вот лотерея запретят не запретят там отменят не отменят и я как бы ну те кто слушает те знают я я говорю что крайне странно себе представить чтобы они не отменили это саму лотерею но сейчас вот время то идет они ничего не делают я начинаю с другого конца на это смотреть я говорю себе ну хорошо а какие у нас шансы что например лотерею не отменят давайте подумаем с этой стороны вот такое у меня рассуждение значит осталось всего ничего вот честно осталось всего полтора года до очередных выборов не президентских не дай бог нет до президентских еще три с половиной а вот до следующих выборов в конгресс остается ровно полугода полтора года и переизбирается полностью палата представителей и переизбирается на треть сенат в котором там демократы проигрывают всего два голоса тогда там 52 на 48 поэтому там может легко оказаться что через полтора года то есть то есть все идет к этому не то что может легко а как бы будет удивительно если при таком раскладе событий как вот прям сейчас вот если бы сегодня голосование было то может быть и одна а может быть и обе палаты сейчас оказались бы у демократов в большинстве если вот как сейчас ну время есть какое-то мы посмотрим но во всяком случае как бы окошечко окошечко в течение которого лотерею могут реально отменить сужается буквально вот до полутора лет оставшихся тут еще момент такой происходит там летом они уходят сенаторы конгрессмены они уходят на каникулы такие возвращаются где-нибудь там ближе к сентябрю и там у них какое-то время есть то есть да а там уже и лотерея кстати да в октябре тоже лотерея то есть поэтому если они в этом году отменят лотерею то это произойдет но не позже июля месяца не позже потому что дальше там у них каникулы и уже не до этого то есть они там собираются там уже бед какие-то еще вопросы там бюджетные там еще в общем похоже что это не главное у них приоритет потому что приоритетом сегодня вот мое впечатление приоритетом является нечто такое с чем можно выйти в твиттер или там еще куда-то язык и прокричать об очередной победе но понимаете победа должна быть существенной в глазах населения за перескать мы отменили там какую-то green card лотерею там или что-то то есть по тихому там это можно сделать и там собственно там не с чего кричать привати нет вот такого серьезного показушного эффекта вот вот как-то такого вот вот чтобы там вся страна такой и ждала когда это все отменят такого нет то есть более того всем настолько начхать простым людям поэтому с точки зрения популистской как бы никакой ценности в отмене в green card лотереи нет с точки зрения как бы республиканской такой ну да конечно надо что там говорите совершенно лишнее все но короче казалось у них четыре года на это есть то скорее всего где-то это произойдет когда остается всего полтора года и быть мы же еще говорим в рассуждении вот ближайший ближайшего розыгрыша да то есть который там в октябре должен был бы состояться значит но если они до июля не отменят тоже скорее всего уже не отменят у них это времени всего не осталось ничего что у них есть полмая июнь но там июль но но хорошо два с половиной месяца вот у них есть два с половиной месяца а у них вопросов которые действительно актуальны просто дикое количество они так и не добрались до налоговой реформы без которой все это президентство как бы и вся это ну от программа республиканской партии просто все остальное смысла никакого не имеет по сравнению с этим у них так и не понятно что делать со здравоохранением потому что вот это филькина грамота которую они сочинили она привела к падению рейтинга очередной раз она привела к падению рейтинга значит президента мы еще посмотрим там что будет с рейтингом пару дней надо подождать в связи с увольнением директора значит фбр что как бы воспринимается многими как попытку убить расследование его связи или так связи связи команды трампа избирательной с российской агентурой синхронизация так сказать деятельности их по координации действий вот там да значит то что они там надыбали имейлы там я не знаю компромат какой-то вот значит и так далее то есть сейчас в этом обвиняют и своими действиями трамп как бы сейчас подтверждает что это как бы имеет смысл к чему я говорю какое-то обострение у них конфронтация дополнительная усложняется усложняется принятие так даже таких мер где в общем то может быть и нет уж такой особой конфронтации между двумя партиями но поскольку конфронтация приходит из других углов соответственно и там начинают замедляться и здесь то есть вообще дееспособность нынешнего состава конгресса да и сената и палаты представителей вызывает уже давно ну как опасения такие что как бы не дееспособные не не в состоянии не работать не договариваться очень не функционировать поэтому чё я думаю а кто же его знает ну то есть да вроде по всем признакам и здравый смысл там и все что угодно говорят что ну ну конечно должны отменить green card lottery но с другой стороны вот такое безумное развитие событий когда ничего из того что сделать надо было бы не делается эти много 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 вещей надо было бы сделать намного более важных чем отмена green card lottery и не делается ничего и вот тут интересно поэтому вот ребята будем посмотреть то есть я хочу сказать что интрига какая-то добавляется интрига добавляет поэтому возникает шанс что спустя год увеличивается резко шанс так мне кажется что спустя год еще какое-то количество людей появится которые будут находиться в шоковом состоянии будут бегать и искать значит какой адрес написать форму ds 260 и вообще как жить дальше и что делать с детьми которые заказ должны доучиться там и так далее так далее вот не исключено что цикличность вот как бы какая-то будет иметь место и а если они этого не сделают вот вот как бы да еще и следующем году тогда уже точно вот им еще долго этого не сделать так так получается очень очень интересно очень не знаю что и думать друзья вот будем надеяться будем надеяться что не тронут да потому что я тот человек заинтересованный то чтобы не тронули если вы так задумаетесь на секунду при том что я все время говорю что они должны ее грохнуть это не потому что я хочу чтобы они это сделали а потому что я вижу что они как бы давно хотели и и уже вроде тормозов больше нет вот раньше были тормоза а теперь нет но есть такие люди что у них вроде тормозов нет а все движение как от не наблюдается поэтому вот посмотрим счастливо привет